В Сочи обсуждают экономическую повестку на годы вперед. Сегодня начал работу Российский инвестиционный форум. В деловых мероприятиях принимает участие и делегация Чуваши. Подробности в репортаже Дмитрия Ковалева. Российский инвестиционный форум, который по-прежнему проходит в павильонах Олимпийского парка, бьет рекорды по количеству заявленных участников. Именно здесь власти легионов, предприниматели и ведущие эксперты обсуждают стратегию развития страны на ближайшие годы. В деловой программе более 50 тем и презентация передовых проектов. Чувашская делегация приехала в Сочи еще и для того, чтобы наладить новые контакты. Большие шаги навстречу друг другу делают регионы. Глава Чувашии Михаил Игнатьев, временно исполняющий обязанности руководителя Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, подписали детальный план взаимодействия на пять лет. Только в прошлом году товарооборот между субъектами превысил 150 миллионов рублей. Об этом говорит президент России Владимир Путин. И наш народ любит трудиться. Народ Кабардино-Балгарии тоже очень трудолюбивый, всегда ответственно подходит. Хочется пожелать нам всем и нашим членам команды, параллельской команды успехов. Потенциал колоссальный, отмечают главы регионов. Из Чувашии в Кабардино-Балкарскую республику сейчас поступает продукция предприятий электротехнического кластера, солнечные модули, краски и конфеты. В перспективе объем поставок увеличится, будет развиваться и сотрудничество в области туризма и культуры. Ключевая тема форума подготовка квалифицированных специалистов, которые будут развивать экономику. В республике намерены создать современный образовательный центр. Инициативу региона поддержит Всероссийский фонд «Талант и успех». Республика станет его партнером. В центре будут обучать победителей олимпиад, конкурсов и спортивных турниров. Образовательную программу как раз и разработают в фонде «Талант и успех». Те, кто проявит себя, включат в региональный банк данных одаренных детей. Еще один стимул – шанс пройти подготовку в сочинском Сириусе. Елена Шмелева отмечает, что в республике налажена эффективная система подготовки квалифицированных кадров. Мы ожидаем расширения и охвата программ, которые мы делаем вместе за счет включения все большего количества педагогов нашей программы, повышения квалификации и, конечно, расширения возможностей для ребят. В первую очередь охват новые программы и новые партнеры – это то, что ребятам подскажет, что им делать следующим шагом, с кем им делать и где их ждут. И самое главное, что губернатор включен во все этапы подготовки, начиная до средней школы. Поэтому это другая культура создания программ, другая культура работы с педагогами и включение в реальные программы инвестиционного и экономического развития региона. От инвестиций в образовательную среду зависит многое, отметил председатель правительства Дмитрий Медведев. Приоритетная задача для региональных властей – реализация национальных проектов. Уже определены конкретные сроки. Контроль за тем, как исполняются поручения президента, возложен на федеральные ведомства. Следить за ситуацией из московских кабинетов невозможно. Поэтому и я, и мои коллеги по правительству будут выезжать в регионы. Мы об этом договорились. Такие поездки уже начались. Но за каждую недостроенную школу, за каждый непостроенный, не отремонтированный километр дороги, не приведенный в порядок парк или неубранную свалку будет отвечать, извините, не абстрактная власть, а конкретный чиновник. Я надеюсь, что это все понимают, сидящие в этом зале. Одна из самых масштабных национальных целей – развитие бизнеса. Поддержка предпринимателей выходит на первый план. Путь инвесторов необходимо освобождать от преград. Темпы роста инвестиций в основной капитал остаются ниже целевых значений. Есть и целый ряд других неблагоприятных моментов. Но и сделано уже немало. На рекордно низком уровне, и это действительно очень важно, остается безработица. Около 4,8% от численности экономически активного населения. Бюджетная, налоговая, тарифная политика, отраслевое регулирование должны быть настроены так, чтобы помогать бизнесу. Теперь мы запустили новый механизм – трансформация делового климата, в котором совместно с бизнесом будем работать по еще большему числу направлений. В нем почти полторы сотни мероприятий, которые помогут сократить сроки и затраты на подключение к сетям. Перейти к предоставлению государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительства в электронной форме. Более широко внедрять цифровые технологии, упростить административные процедуры в сфере международной торговли. Достичь успеха в развитии экономики – вполне реальная задача, отметил Дмитрий Медведев. Необходимые ресурсы в бюджете заложены. Главное сейчас наладить эффективную работу на всех уровнях власти. Председатель правительства привел в пример сочинскую олимпиаду. Если очень захотеть, то в сжатые сроки можно реализовать амбициозные задачи. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика из города Сочи.